Девушки отдыхают И о каком-то сценографическом оформлении своих концертов Когда этот концерт насколько-то ответственный Какой-то такой рубежный Или важный Или для презентации чего-нибудь Чисто наша черта Как только пыль в глаза пустить иностранцев Да, да, немножко такого презентационного типа Когда концерт То есть не просто для своих Такие вот важные концерты Но поскольку Я своих артистов люблю Мягко говоря Я стараюсь По крайней мере как-то И дальше Постоянно себя навязывать В качестве Сценографа Или видео человека Или оператора Не оператора Режиссера онлайн Монтажа для трансляции В общем Я многопрофильный А как вот это прохождение Я понимаю приблизительно Как в кино дело обстоит Скажем Или в театре Как прохождение Скажем Синопсиса До воплощения Серьезно же Серьезно ли вмешательство артистов Или каждый раз Что-то по-разному Ну все разные Конечно Я работаю То есть вообще Вся эта история у меня Началась естественно С моей группы Но потом я В общем Мы были довольно давно И хорошо знакомы С Иножеланной Она меня позвала В качестве В этом качестве На свой ответственный концерт В доме музыки Это было Давно И она Никаким образом Не вышла Вообще В процессе То есть Она мне доверяет Абсолютно И Тут еще такой момент Что артисты Ведь не видят Что я делаю Они Совсем То есть они не видят Ну а как Они Ни проект Ни на сцене Ну то есть Нет Потому что я не работаю Как Я же не виджей То есть 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 разница То есть есть Очень много людей Которые Так или иначе Имеют место С Работают с файлами То есть записывают Что-то заранее Или Находят в интернете Или каким-то образом Нарезают Кино Или Записи Сами снимают Вот А потом на концерт Все это перемешивают Каким-то образом Я работаю А то есть Извините Это не готовый Ролик Это Именно такой Да, я не работаю С готовым Ролик Практически никогда Ну бывает Бывает Но редко Я работаю Либо как это Модное слово Значит Генеративная графика Человек Два модных слова Да Вот с такой графикой Которая В общем Ну то есть Да, там есть какой-то Элемент подготовки Естественно Он большой И важный Но так или иначе Я не смогу Два раза Одно и то же Показать То есть каждый раз Плюс к тому Я использую Камеры Да, у меня есть Пульт Спасибо компании Ролан Вот То есть камеры Которые смотрят на сцену Каким-то образом Замешиваются с этим Предподготовленным Но генерировал Бьющимся В прямом эфире Видеорядом Так что в сумме Появляется такая картинка Которая в общем На каждом следующем концерте Будет чуть-чуть Работать Плюс к тому Разные площадки Все Везде разные Проектора Разные там Экраны И так далее С Инной Мы использовали Долгое время Свои собственные Проекционные поверхности Возили На гастроли Европу в том числе Ну Вот в голове всплывает Помимо воли Масса Представление с видеоартом Например Тех же Флойд Того же Питера Геабрила Ну скажем У тех же Флойд Полное ощущение Что это заготовленная Вещь Да Речь идет про 90-е Какие-то там Конец 80-х годов Когда Флойд играли концерты Еще Тогда не было Такой Не было таких Компьютерных мощностей Так вы сказали Что люди Которые занимаются Виджейством Находят чего-то И перемешивают Да Ну как правило Да Потому что виджей Это такой на самом деле Дискотечный Жанр Понятно А вы Все снимаете оригинальное То есть что у вас На экране происходит На экране происходит То что вы снимали Это мне проще показать Да Нет Ну во-первых Все группы разные Да То есть одним Коллективом Подходит какая-то Абстрактная совершенно Графика Которая не Ничего человеческого В себе не несет Другим группам Я работаю там С Браво Например У них очень Ну бывают конкретные Романтические Все-таки песни И используются Естественно Заранее записанный Или снятый материал Москвичи Ну то есть Вся вот эта стелляжья тема Там до сих пор всплывает Иной раз Хотя группа уже Сейчас играет просто Ну поп-музык Вот А например Проект 2 Siberians Я использую практически Только камеры Которые Ну и набор Грубо говоря Эффектов Которые Преобразуют Картинку с камерой Весь концерт Ведется Благодаря вот этой Вот обратной связи Потому что Когда камера светит И проектор светит То камера снимает То что сама и показывает Получается У них такой забавный Обратный эффект И я это Стараюсь использовать И вообще Усюбубленно Вот Ну и потом Ну я даже не знаю Откуда это очень долго Я долго могу На этом все Понятно Ну это технические вещи Это при ссылке На вашу страницу Там все люди смогут Посмотреть Я думаю что-то Но скажите такую штуку Ну Некоторые Люди С которыми удалось Великолепно Потрясающие музыканты С которыми мы говорили Уже выпустили серию интервью Вот часть из них Абсолютно Четко заявляют о том Что Музыка будущего Это как раз Смешение Видов искусства В том числе И вот в виде Ну не музыка будущего Скорее концерт будущего Ну да То есть в том смысле Что невозможно Слушать голую музыку Возможно Ну просто действительно Давайте уж так Положа руку на сердце Музыка перестала К сожалению Значить то что Значило Музыка В общей массе Населения То есть она Никто не считает Это наукой Ну практически Ну кроме Естественно Тех кто занят В отрасли Но в общем Это не наука И искусство Это тоже через раз Особенно если Если слушать то Что показывают Мы решили Что мы положим Табу На слово Ящик Ну а как вот На него положить Табу На него положить На самом деле Ведь в ящике Занят Абсолютные Сливки Всех Самые профессиональные люди Дизайнеры Самые профессиональные Телевизион Телевизион Те которые делают И в рекламе Те которые делают Рекламу Графикой Они круче Вот этих вот Всех аватаров То есть они могут Быстро делать Очень крутые вещи Да Просто для чего То есть сфера применения Эти крутых вещей Как раз об этом И хотел спросить Ну дело в деньгах Естественно Потому что там платят А там нет Я понимаю Что в дело в деньгах Но когда Вот у вас Куча коллективов С которыми вы работаете Они все разножанровые Да Все в каких-то Своих нишах У вас Внутренние ваши Внутренний ваш Вкусовый Инструмент Вкусовой инструмент Диктует Отражается Как-то на качестве На идее На чем-то Не ну естественно Я стараюсь Для каждого артиста Я понимаю Что вы стараетесь Не могу Ну скажем так Я довольно много Времени в жизни Потратил на нелюбимую работу И больше нелюбимой работой Заниматься не хочу А что такое нелюбимая работа Это нелюбимые артисты Когда идешь на работу И там И время проходит Чувствуешь себя В общем не на месте Так Может Время проходит И годы проходят Это неприятно Соответственно Я теперь стараюсь То есть Коль скоро я ввязался Вообще в эту тему И это моя работа Поэтому я к сожалению Не могу позволить Я работать со всеми Артистами С которыми бы хотел Потому что Очень много Я не могу За бесплатно работать К сожалению Хорошее дополнение К сожалению К сожалению Ну потому что Есть масса артистов Которых я люблю Которые совсем нищие Совсем Как церковные Они даже не спрашивают А как же благотворительность Такое случилось Благотворительность У меня дети У меня семья Ну да Благотворительность У меня были Естественные эпизоды Когда я там работал За бесплатно Но сейчас Такая ситуация У меня у самого Что надо что-то есть То есть я бедствую Вот и А работы при этом Очень много Ну Очень много Потому что Ну то есть Если это делать хорошо То это отнимает Массу времени Массу Ну вот Если можно Что собственно я делаю Нет-нет-нет Сколько времени Отнимет Подготовка концерта Ваше по-разному Бывали концерты Бывали концерты Когда я просто Ну Надо в каком-то Импровизационном ключе С колюс Придти и что-то Да Ну как звукорежиссера Работает Вот Но если речь Про полноценное шоу Такое вот Вот я делал Например Богушевское Недавно Был большой концерт В Крокосе Ну подготовка Занимает Ну примерно Два месяца Чтобы Ну то есть Это надо понимать Что Есть уже там Согласованный Трек-лист Концерта Кто где Рассадка музыкантов Сцена То есть я делаю Макеты сценографии Присылаю Там это согласование Бюджеты Это все Требует Массу Как выяснилось Времени И вообще То есть это Еще никоим образом Не относится Ни к видеоряду Ни к картинке Там вообще А просто вот эти вот Элементарные какие-то Согласования Это тоже к сожалению Ну вернее не к сожалению Это часть работы Вот Которая занимает Массу времени Да, где-то два месяца В общем Большой концерт В моем случае Ну и то В общем Там Можно было и полгода делать И год В принципе То есть я бы нашел себе Чем-то обзаняться Вот Но Ну и в одном Вы Как это сказать Монус Солод Ну по-разному бывает То есть в случае с желанным Просто С желанным Мы работаем постоянно Поэтому я знаю Репертуар Ну И мне просто Без Ну Я могу просто Прийти на концерт И работать У меня все есть А если речь Про какого-то нового артиста Я не знаю Присняков То есть Во-первых Надо прослушать Все эти песни Несколько десятков тысяч раз Вот И потом как-то Обычно Все-таки На больших концертах Разделяется Эта работа Да То есть Есть Видео Человек Есть Художник по свету Звукорежиссер Потому что Я Ну то есть У меня В свете того Что это генеративная графика Да То есть Я Мой рабочий инструмент Предполагает Входные И выходные Потоки Выходной Поток Это Собственно Видео А на вход Я получаю Видео Аудио Мои Медиа Приборы Контроллеры Иногда Там Бывают Смартфоны Всевозможные Это Такой Интерфейс По управлению И распределению Технологических Потоков Красиво Сейчас Загнул Соответственно Прозвучало Соответственно В одиночестве Довольно тяжело Такие вещи Но тем не менее Бывали эпизоды Когда приходилось Закрывать абсолютно Все Я ездил с группой Иванова В октябре В тур большой 20 В общем Это была Европейская гастроль Группа Иванова Постоянно ездит Раз в два в год Ездит на В тур В Европе У нас было Там Десяток Даже больше 17 Концертов Абсолютно Разные клубы Абсолютно Разного Внутреннего Содержания Начиная С площади Клуба Заканчивая Технологическая Часть Соответственно Мне приходилось Заниматься Абсолютно Всем внешним видом Концертов Ну Алексей Скажите Ребята говорили У вас британское образование Да В этом смысле Я закончил Британскую школу Дизайна Она находится В Москве На Таганке Если наше Товарищеском На Курской А на Курской Все понятно Ну Это же как То есть Я искал образование Вот по этой части И оно отсутствует Его нет В России Я честно говоря Не считаю себя Настолько Владеющим языком Чтобы искать его За границей Ну и потом Это вопрос Визы И потом У меня семья Я не могу Ехать надолго А это было Максимально близко Причем это интенсив Да То есть Весь этот курс Занимал год Но он гораздо более Театральный То есть он совсем Не музыкальный Это театральный То есть это Факультет Сценографии Театральный дизайн Продевается В факультете Вот И это Ну это было Прекрасное Времепровождение В общем У меня были Замечательные Преподаватели По большей части Но все это Касалось В основном Театра Просто Современного Театра С которым У меня Не все Гладко Понятно Как выразился Мой брат На одном из спектаклей Шекспир Офигел На твоей трактовке Когда-нибудь С женой Поэт У меня тоже Есть ряд соображений Но я Не надо Плевать В огород Вообще Я занят Тоже В части То есть я занят В нескольких Спектаклях В данный момент И плотно работаю С театром Который я как раз Очень люблю Называется Черно-нево-белое Спектакль Твой театр Мы работаем вместе Это прекрасные Совершенно профессиональные люди Но в основном В театре Не знаю Там как-то По-моему То есть по крайней мере В России Я не знаю театров Которых бы наступил 2016 год Там какой-то Немножко Все-таки Застревон Как-то произошло Даже когда Есть какие-то попытки Как-то вообще Переломить эту ситуацию Всегда все утыкается Либо в бюджет Либо в людей Которые Красиво делают Презентации Но по сути Ничего не умеют И это все касается И меня тоже К сожалению Эра дилетантизма Нас накрыла Уже достаточно Вернемся к музыке Вернемся Это моя любимая Вообще говоря Вещь Поэтому Я сочувствую Как родов в больнице Да Ну так вот Тогда Кого как ни вас Спрашивать об этом И все-таки Музыка Будущего Ну Не по Оруэллу И не по Герберту Оуэллс А вообще музыка Ближайшего Скажем Будущего Будет ли это Смешение видов искусств Концерты Смешение видов искусств Слушайте Ну когда вот Например Играет Нет всякого сомнения Ну вот сегодня Играет Козлов Сегодня я думаю Вы это увидите От счастья Да У Мамонова Мамонов Мамонов давным-давно Этим занимается Отличие от Ну я не знаю Шумова У него же Он же играет Монспектакли Там все они Там везде есть Ну не везде конечно Но последние годы Там он использует Видео ряд У него есть свой Личный проект Который он возит Дорогущий Все у него в порядке Он как раз Вообще Будет здоров Еще В расслете Сев Творчество Нет Ну отец Спору нет Что касается Смешения жанров Ну оно не может Не произойти Потому что мы видим Ну и все видят Это Как-то перестали Вот последнее время Ну по крайней мере Так оголтело Перестали петь Под фонограмму Еще 10 лет назад Это было Ну настолько сплошь и рядом А сейчас Все и музыканты Уже крутые У Лепса крутые музыканты Но не только у него Что осталось Так сказать Ну просто Ну есть Скоро рядом Попадаются Я не знаю Приезжает Мадонна Ну там же Там же есть То есть ну Как бы этому Уделено время И сразу Продукт играет Всеми красками Потому что Когда приходишь На концерт Я вот не хотел Я люблю Опять же Многих артистов Ну которые Совершенно А вообще Со всем Их не волнует Вопрос Потому что Концерты Все-таки Аудиовизуальный Жанр Это не Прослушивание Компакт-диска В любимом Своем Углу Дома В наушке Все-таки Это И смотрят Тоже Вот Поэтому Ну как-то Надо думать И о костюме И о прическе И вообще О сценографии Какой-то Хотя бы там Самой минимальной Потому что Уважающие Уважающие Артисты Которые Могут себе Позволить Ну совершенно По-разному То есть Понятно Пинг Флойд Денежные Ребята Есть Том Уэйтс Ну не такой Денежный Но тем не менее Если вы посмотрите Концерты Уэйтса Там очень конкретно Всегда видно Где вот Человек подумал Заранее Вот у него там Я был на концерте Уэйтса В Праге И Просто был Ну что там говорить Едва ли не лучший Концерт Вообще Который я видел И Концерт начинается С того Что он выходит Весь такой Сутулый И Харизматичный Выходит на сцену Загорается один Довольно хреновый Противный Прожектор Сверху И он делает Вот так вот Ногой И выясняется Что внизу У него Насыпан мел Это все Взмывает Это очень Красиво И сразу Создает атмосферу Я даже не знаю У нас Практически нет Артистов Которые Сразу Превращают Свой Концерт Всегда Нужна Какая-то Размер Всем Почему Они уверены Что на них И так Билеты Купят Вы знаете Я к чему Веду Алексей Я к чему Веду К тому Что По моему Такое ощущение Что Нигде Нет Конкуренции То есть Вот Потому что Все площадки Ротационные Просто Закрыты В стоп-листах Все Ну Согласитесь Очень во многом Это действительно Зависит от денег Наверное Не могут себе позволить Артисты Там какая-нибудь группа Ну Любая практически группа Не может себе позволить Отдельного еще человека Который будет Этим заниматься Нет Возить его же надо А вот делать такие Универсальные решения Это тоже Это как возить С собой Плейбэк То есть Можно Но это Ну Не то Вот Ну И потом Действительно В общем Мы же Как Хотя Музыка В общем Как-то Все Все Теперь Могут записать Альбом Довольно быстро Вот Есть для этого Все условия Бесплатно Можно сделать В айфон Какого Что угодно Вот Тут Так Не выйдет Надо Все-таки Потратить Время И иметь Какой-то Какой-никакой Все-таки Художественный Филус И что-то Там Что-то Пытаться Передать Потому что Огромное количество Артистов С которыми Я работаю И с не все В какой-то момент Просят меня В качестве Видеоряда Использовать Это называется Таймлапс Когда Когда долго-долго Снимают А потом Прорисуют В одну минуту Вот Таймлапс Чего-нибудь Все Без исключения Я не знаю Как Я сам Люблю Таймлапс Но Кто его не любит Но Инфестрат По-моему Это как-то Черт Ну существует Такое понятие Как мода Это не мода Кто-то у кого-то Подглядел Ну у кого-то Черт А денег на то Чтобы сделать Как вы говорите Верно Ну так Не все снимают Клипы Почему-то А что бы Всем не снимать Ведь можно Что для этого Ничего не надо Ну поставь Если Файл Мобилы достаточно Достаточно Просто Дерьма Мобилы Примитивные Тем не менее Этого Это уже нет Почему-то Не все Снимают Клипы Все снимают Ну я не знаю Честное слово То есть Это не Это даже не лень Это просто Как бы Отсутствие Комплексного Взгляда На На вот этот Жанр Просто так Сложилось Наверное Знаете Какой вывод На себя сделал Из всего нашего Разговора Мне даже интересно Что люди Оторвавшись Как вы говорите Из любимого угла Оторвавшись От любимого кресла В любимом углу Любимого дома Сняв наушники Приходят на концерт И хотят увидеть Тот же телевизор Только живьем То есть Они попадают Как бы Они хочется попасть По другую сторону экрана Голубой огонек Ну вот В телевизоре Это как раз Думают Я знаю Я знаю кучу людей Взрослых Мои Родители Которые не пойдут На концерт Петра Мамонов Петра Мамонов Благодаря Алексей Козлов Гергорова озабочен вещами Лучше бы он озаботился Качеством музыки Ну да Я тоже больше люблю Фрэнка Синатора Мы с вами на одной волне Да Однозначно Ну просто да Я призываю всех артистов Задуматься О важных вещах Наш концерт Это И художественный жанр Тоже Спасибо Нет Что?